Ну, я и внутри, по-моему, сниму. Меня. Стрепчистка, когда вы раздевали. Собственно. Подбираемся, подбираемся. И мы вон, на второй этаж, мне кажется. Потому что везде, ну, что-то как бы ездить на второй этаж. Да. Ну, да, как-то так, да, с перерывами получается, видишь? Слушай, ну, я где-то проснулся в 6 часов, наверное, вообще красиво. Да, 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 да. Ну, это не сравнится, когда ты проезжаешь в Волгу. Я не был на Волге, к сожалению. Не, ну, кажется, будет еще конси. Не только это. Еще будет ключ. Слушай, а потом, куда выкладываешь фотки или в альбом? На YouTube. Да. И там, получается, все смотрят, где ты была? Да. Да. А что, это скрывать можно? Нет, а все смогут посмотреть, как бы, либо только подписчики? Там нет такого, чтобы только подписчики смотрели. Там все могут смотреть. Все могут смотреть? И меня могут смотреть? Да я тебя не снимала. Так, поездка в метро стоила 57 рублей, да? Да. А сейчас мы смотрим на ВДНХ. Ну, качество такси. Ну, и солнце бы, если бы было синее небо, было бы. Рабочие колхозницы. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы, о земле она одна, и снится нам неров, как космодрома. Вообще, я хотела сказать, что мы подошли к музею космонавтики. Ну, ладно, песня тоже неплохо. Посмотрим сейчас. Ну, да, экскурсии интереснее. Ну, собачки, они так и выглядели, да? Я думала, это же не какие-то... Реальные чучела тех собак, которые летали. Чучела прямо вот как они были. Берут, как живые. Это все, что-то все. Самое. Удостоверение Гагарина. А это Гагарина, да? Это Королев Сергей Павлович. И варианты названий будущего корабля для полета человека в космос. И шланги, которые подавали воздух. С кафандр был первен, чем весел 20 килограммов. Все они следали в драку, включая Валентина Терешкова. Вот ей немножко перешили, просто позже наступили. Космическое пространство. Покинул космический корабль. Это как раз был Леонов. И получилось так, что он вышел, а вернуться не мог. То есть мы не знали, какая среда находится в космосе. И действительно, как бы несколько минут он был в полной панике, что не мог вернуться, потому что его костюм раздулся. И он в это отверстие чисто не мог пройти. Он с жизнью повращался. А? С жизнью повращался. Да, конечно. Вот несколько раз. Но, как бы, слава Богу, он придумал, что сделать. Там какой-то спустил воздух. Да. А для жизни это было опасно. Но другого варианта не было. И буквально, слава Богу, он вернулся. Победой русского нашего дорогого народа. Теперь уже это не мечтал. Учитесь и еще раз учитесь. Будьте такими же смелыми, отважными, как майор Юрий Алексеевич Гагарин. И очень сегодня счастливы за наши успехи и освоение космоса. Спешу на работу целую. У нас крепко кто это? Мамулька. Мамулька. Пока стирала, готовила обед вам, Гагарин облетел весь земной шар. Вот это настоящее чудо. А, ну вот. Она как бы пишет. Вот оно сбоку. Чудо? И в газетах. Куча заметок. И вот наша встреча. Жалко, вот тоже Гагарина, что погиб. И Королева могли бы еще работать. Смотри, какие хорошие слова мама сказала. Где написано, здесь или? Если любишь, то женусью. Только крепко на всюду. Еще раз повторяю вопрос. Наверное, сказала? И радость, и горе все попало. Да? Да. А, смотри у меня. Теория о реактивном движении межпланетных сообщений. Прикинь, да, это получается? Ты еще и болел, видишь? А, болел? После перенесенной здесь эскарватины полностью, почти полностью потеряслов. Угу. У нас бы уже там в депрессию вкладывали. В наше время. Не пишут, да, ну откуда у него такая любовь возникла. Слушай, наверняка там есть музей у Циолковской, ведь он же где-то... Не с пустого же места, но я все-таки сложила. Дочка. Девочки! Кресло ускорения, предназначено для тренировок вестибулярного аппарата. Ты бы рискнул попробовать? Нет. Я рискнула бы. Слушай, а спускаемый вот аппарат, он где? А, он просто для тренировок использовался. То есть это не... Да, а спускаемый вот это находленный отдел. Да, спустя. И никаких тебе тут телевизоров. Мина, давай быстрее! Смотри, это запас разработан на случай приземления спускаемого аппарата в незапланированном районе. И вот как-то на первое время, чтобы обеспечить жизнедеятельность. Я сразу вижу оружие, чтобы не мучиться. А почему такое длинное ствол? А, это типа как бы пистолет ружей, что ли? Дабл. Йод, морфин. Игла. Уголки, нитки. А, пожрать? А вот здесь можно что-нибудь? Мне там мало. Свисток. Свисток можно посвистеть перед смертью. В лесу. Слушай, смотри, какая огромная антенна. А где спички? В 69-м году. Спички где? А, вот спички. Да. Иглы с нитками. А это что за... Нет, еда должна быть, наверное. А, запас пищевых продуктов и воды. Ну, просто тут, наверное, не так. Ну, фенки вот здесь она лежит. Электроподогреватель пищи. А еда, смотри, какая. Какао с молоком в тюбике. Борщ, сок. Солянка, мясо, омлет. Чего только нет. И куда без орбита? Так там же отцеловаться не скин можно, наверное, и без орбита. Смотри, какие вилочки. Такие маленькие ложечки. Меню, кстати, с водкой. На два дня. Так, давай завтрак. Каша, сыр, крекер, витамины. Обед, осётыр, мясо. Хлебушек. Ужин, мясо. Хлебушек. Закуска по-гречески. Мясо. Сочнее, не плохо. Можно взять с собой ещё дополнительный набор питания. И сформировать четвёртый. Приёмный тысячи перекус. Это уже давно не так. Потому что на международной космической станции нужно проводить жил больше времени. Правильно? А если люди будут всё это время, нас и ступит, вы можете представить, что это идеально? Идеально, ребят. Это будет очень много. И очень интересно. Поэтому, если вы не знаете, что мы не знаем. То есть, видите, что мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Мы не знаем, что мы не знаем. Мы знаем, что мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Мы знаем, что мы не знаем. Еда чтобы было вечное. Уда. Еда. Уда. Я тоже хочу есть. Луновафут один, да? Угу. 756 килограмм. Достаточно немного, потому что они специально старались сделать его максимально легче. Ну, чтобы достать, скорее всего. А это показывает уже как вот аппарат, да, и будет брать грунт со поверхности груны. Смотри, вот он. Эти сами цифроны, которые выравнивают. Будут терять. Видишь? Оплезеняется. Вот это что-то там? Ну, как раз, я думаю, этот аппарат у нас 16. Вернулся! Возвращаемый. рейс земля луна земля о 70 год до 70 до 70 какие мозги надо иметь что в этом разбираться конспект лекции по системе космического корабля союз-т космонавта дженни бека и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну естественно, где очень вкусно И вот Ярославская улица с фотографией А, да, Ярославская улица И название, ну вы понимаете, да? Московская городская художественная педагога и Собинированная улица А, Третьяковых Снова на 1860 годом Георгий Победоносец? Да Ну потому что, ну слушай, я не думаю, что в наши дни Это не такие интересные вопросы Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, пожалуйста, два взрослых Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Жених собак Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Слушай, да, и решают, здесь делайте Дом Советов. Дом Советов, ты, может быть, видела изображение. Это такая огромнейшая высотка, не просто Сталинская высотка, а еще выше. И ее венчает огромная статуя Ленина. Статуя Ленина, наверное, как бы высотой, как минимум, пять этажей этого Ленина. И в голове Ленина задумали сделать библиотеку. И вот они уже стали строить, но война их планы нарушила. Поэтому долгое время, при советах, здесь был пустырь. Потом долгое время они этот фундамент использовали как бассейн. То есть был открытый бассейн. Ну, сейчас храм, представьте, спасите. Другая история. Патриарший гост. Победник Петру. Видела? Победник Петру, да, вам. Молодец. Красота. Ну что, пойдем на красную площадь? Так, все, топаем на Красную площадь. Но все равно их видно. Конечно, видно. А на Сквосите. Что ты смеешься? По нам точно видно. А, по нам видно? Смотри, какой теплоход. А на теплоходе музыка играет. Очень красиво в Москве, атмосферно. Вот где все бабки. Все, я замерзла. Ставят сцену к 4 ноября, готовятся праздновать. Музыка. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok